Привет друзья и в этом ролике вы увидите разбор недавней игры на персонажа Винстон, профессионального игрока в Overwatch мира из корейской команды Atlantic High, который является напомним чемпионом мира по Overwatch. Начну пожалуй с того, что Винстон это мой любимый герой, в частности из-за его агрессивный механик ведения боя. Винстон это герой ближнего боя, относящийся к роли танка. Он хороший инициатор, является достаточно универсальным танком, обладает отличной мобильностью и выносливостью, и что немаловажно, может влекать на себя внимание противников. Этот ролик не является гайдом, а рассказывать про каждую способность в отдельности я не буду, да и не вижу в этом смысла. Я лучше расскажу вам про тактику ведения боя, которого вы выбрали для себя мира, его позиционировали на карте во время боя. Так как сейчас популярна дайв мета, которая предполагает агрессивный стиль игры, то Винстон вписывается в этот сетап идеально. Первый момент, и я считаю его одним из самых главных, это расстановка приоритетов. Приведу несколько фрагментов вам для наглядности. На первом отрезке видно, как мира играет героев поддержки вражеской команды, затем приоритет переходит на персонажей с маленьким калихисом здоровья. Как вы видите, с самого начала боя мира обходит с левой стороны и инициирует драку с героями поддержки вражеской команды. Благодаря этому, Трейсер смогла без проблем в паре с Винстоном убить Зиньяту, затем Трейсер, Винстона и наконец Лусио. Благодаря коммуникации инициатора Винстона и его команды, они смогли очень быстро и без проблем разбить вражескую команду уже на начальном этапе матча. На втором фрагменте обратите внимание на то, что мира не играет во вражеских танков, а наоборот ждет, когда они пройдут и затем снова играют героев поддержки. Также мира старается создавать большие проблемы для вражеской вдовы, так как это для нее достаточно легкая цель. Второй момент, который отличает мира от других игроков на Винстоне, так это то, что щит он ставит не всегда, когда врывается в драку, только тогда, когда это реально необходимо. Так часто можно заметить, как игроки на Винстоне ставят щит в драке сразу же, как только он становится. И это достаточно грубая тактическая ошибка, которая стоит вам жизни. Третий момент, это доступность его прыжка для моментального выхода из драки, если это требует ситуация. То есть опять же он следит за временем восстановления ее в способности прыжок. В последний момент, это использование ультимативной способности персонажа, как третьего щита в экстремальной ситуации. Лека драку необходимо затянуть и продолжить додавить соперников. Когда здоровье персонажа опускается до нижних значений, на этом моменте обратите внимание на количество здоровья, это около 150 поинтов, и кулдаун щита. В этот момент мира прожимает ульт и работает по приоритетной цели, в данном случае это Зиньятта, который в итоге он убивает. Ультимативная способность Винстона хороша тем, что его здоровье поднимается до 1000 поинтов. Он становится супермобильным, способен работать в одну цель, и за большей долей вероятности она умрет, так как уйти от Винстона становится еще больше проблемой. Ну и наконец хаос, который создает Винстона ультимативные способности на поле боя, является чаще всего нестерпимым для урарской команды. Мира раскидывает всю урарскую команду по разные стороны, что дает его команде на самом деле огромное тактическое преимущество на поле боя. В этом моменте мира старался выбить Зиньяту ультимативные способности от его команды, чтобы восстановления здоровья не было. Тем самым урт Зиньят стал бесполезным. Одного героя поддержки он делил от команды, остальных героев убивает в течение нескольких секунд. Это в том числе одна из причин, почему сейчас так популярна дайвмета. При грамотной коммуникации команды такой штаб является сильнейшим в данный момент. Как правило это агрессивная точечная игра в саппортов, затем героев с низким запасом здоровья. Когда же танки остаются без хилов и своих ДПС, то они представляют угрозы. Выход Думфиста я считаю попыткой компании Близзард сделать противовес этой стратегии. Возможно в дайвком появятся большие проблемы из-за Думфиста. Все эти советы можно и нужно применять на практике в быстрой соревновательной игре в Overwatch. Давайте подведем некоторый итог. Первое это работа в команде. Второе приоритет игры в саппортов и в героев с низким запасом здоровья. Третье следить за кулдауном щита и рывка, чтобы вовремя выйти из файта, из боя. И последний момент это использование грамотного ультимейта. На этом у меня все. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Пишите свои комментарии и мысли по этому видео. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Также я часто делаю стримы, где я играю в рейтинговой игре 3500 рейтинга плюс. Надеюсь дойти до 4000. Всем вам желаю хорошего настроения и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok